Музыка Балка. Так называют микрорайон Октябрьский и мало кто знает почему. Дело в том, что недалеко расположена Калкатовая балка, а враг длиной 10 километров, который проходит по северо-восточной окраине Террасполя. Это не просто большой песчаногравийный карьер, действовавший более 120 лет. Это уникальный геолого-палеонтологический памятник с мировым научным значением. Калкатовую балку – одно из уникальнейших мест в Европе – обнаружили в XIX веке. В Террасполе началось строительство железной дороги. Нужны были песок и гравий. При их добыче в карьере недалеко от города стали находить останки древних ископаемых животных. Находками заинтересовались ученые. Такое серьезное научное обоснование этому объекту впервые дал Барбот де Морни, который посетил наш край. 1800 – это значит в конец XIX века. Барбот де Морни – это горный инженер, палеонтолог, который приехал из Санкт-Петербурга, обследовал Херсонскую губернию в идеологическом отношении. С тех пор в Калкатовой балке регулярно проводили исследования геологи и палеонтологи с мировым именем. В 1969 году здесь проходил коллоквиум ученых-палеонтологов, и вот эти террасы, вот эти ступеньки были специально для него построены. Да. То есть так, да? А для чего? Была расчистена большая площадь вот этого склона, чтобы получить доступ ученым к исследованиям, к отбору образцов, проб, ну, именно вот этих лесово-почвенных отложений. То есть, получается, они сделали как раз по количеству почв практически, да, вот эти ступеньки, чтобы каждый вид почвы… Да, да, да. …каждой ступеньки… Непосредственно. И можете видеть даже вот примерный размер, ну, в рост человека они. Ну, они специально, чтобы было удобно для наблюдателя. На научной конференции проводили раскопки, изучали полученный уникальный материал ученые из 12 стран. Они по итогам вот этого всего мероприятия решили признать данный разрез опорным не только для СССР, но и для всего континента европейского. То есть, все, что потом находили, сравнивали, это как образец такой был, да? Эталон. Все, что находили, сравнивали с этим эталоном, с нашим… В Европе, даже и в Азии, ну, все сравнивалось с этим опорным разрезом. Колкатовую балку называют еще пятой надпойменной террасой Днестра. Надпойменные террасы – это выровненные площадки различной ширины, отделенные друг от друга уступами. Они состоят из речных отложений, песка и гравия. Ученые объясняют, эти террасы – ничто иное, как древние поймы реки Днестр. Днестр является уникальной рекой. Ни одна река в мире не имеет такого огромного количества террас. Эта река, она сформировала за время своего существования более 18 надпойменных террас. Каждая из них – отрезок геологической истории. Летопись, в которой застыли во времени ископаемые растения и животные. Допустим, пятая надпойменная терраса – это где-то примерно 700 тысяч лет назад Днестр протекал там, где вот сейчас находится микрорайон Октябрьский, всемирно известная Колкатовая балка. Сотни тысяч лет назад русло Днестра находилось в десятках километров от современной реки. Вот прямо сейчас я нахожусь на дне Праднестра или Палео Днестра, как его еще называют, то есть там, где раньше протекала наша река. И вот эти отложения песка и гравия накапливались на ее дне в течение десятков тысяч лет. Днестр тогда был значительно шире, мощнее. Вода в реке была теплее, а течение быстрее. Тогда, 700 тысяч лет назад, климат здесь был совершенно другой, гораздо теплее. А осадков выпадало в два раза больше. У нас тут были почти субтропики. Эту информацию ученые получили, изучая ископаемые почвы. Их в районе Колкатовой балки целых семь. Каждый слой рассказывает палеонтологам о климате, растительности и животных того периода. Здесь можно видеть практически полный разрез плейстоцена. То есть период от 700 тысяч лет. С самого верха можно видеть современную почву. Еще дальше уже идут какие-то сероземы, которые образовывались уже в более холодном климате. 45-100 тысяч лет назад, где был более умеренный климат. Здесь, к сожалению, нельзя проследить самую нижнюю, самую древнюю толщу. Самые древние почвы, залегающие в балки на глубине 15 метров, называют красноземы. Из-за их цвета. Такие почвы и сейчас встречаются, но в субтропиках. О том, что 700 тысяч лет назад погода в Приднестровье была, как сейчас, в Северной Африке или Австралии, свидетельствуют и обнаруженные в красноземах раковины моллюсков. Для того, чтобы определить, каков был климат, мы использовали в том числе и моллюсков. Да, определение моллюсков, определение видового состава, родового состава. И здесь встречаются, в этих отложениях встречаются такие семейства, как у неониды, как у маргаритифериды. И они, видите, они очень толстостенные. Вот видите, раковина у этого представителя такая вот толстенькая. И это говорит о теплом очень климате. Потому что карбонат кальция, он, когда холодная вода, наоборот, растворяется, вот карбонат, а когда теплая вода, наоборот, накапливает, и раковина вот становится такой мощной, такой массивной, такой крупной и толстой. Даже известно, что в этих моллюсках возможно образование речного жемчуга. То есть это те моллюски, которые сейчас водятся где-то в тропиках, в субтропиках, да? Ну, в субтропиках, так скажем. В эпоху прейстоцена по берегам Днестра разгуливали предки носорогов и верблюдов. Важно, ушагивали прапрапрадеды слонов, а тигрольвы охотились на древних бизонов и антилоп. И если животное погибало недалеко от реки и попадало в Днестр, его останки консервировались в толще песка и гравия. Потому и сохранились до наших времен. Здесь можно видеть в коренном залегании песчано-гривийное отложение, в которых было найдено большинство ископаемых костных останков, а также множество моллюсков, древних животных. То есть мы что-то можем даже сейчас поискать здесь? Обязательно найдем. Обязательно найдем? Давайте искать. Давайте. Вот смотрите, вот такой моллюск. Да, это випарус сиросполитанус, эндемичный вид, который был описан в этом карьере. Серьезно? Мы прямо сразу, сходу нашли ископаемую моллюску? Да. Еще и который называется в честь нашего города? Ну, поэтому так и называется. Потому что был найден вблизи терраспы. Давайте еще искать. Я думаю, это какая-то современная ракушка. Вот эти вот мелкие. Это современная. Это современная. Современная наземная. Ладно. Упала, наверное, с этого цветка. Ага, они же на растениях живут, да? Ну, вот можете видеть дикпуниониду, то есть это двуспорчатый моллюск, наподобие наших перловиц. Это современный тоже? Нет, это ископаемый. А как вы определяете, что это именно ископаемый вид? Ну, вот видите, какой у него цвет такой фарфоровый. То есть это за время стерлась уже вот эта цветная оболочка, да? Уже структура разрушилась и получилась, так сказать, кальцинировалась раковина, ну и потеряла свой как бы современный внешний вид. Ничего себе. Может, еще кости поищем? Попробуем. Если нам сильно повезет, то можно и найти. Сколько мы не искали найти кости древних млекопитающих, нам не посчастливилось. Но за все время исследований в Колкотовой балке ученые обнаружили около 40 видов млекопитающих, костные останки которых представлены в музеях Кишинева, Одессы, Москвы, Санкт-Петербурга и, конечно же, Приднестровья. Вот это фрагмент челюсти киркбергского носорога. Впервые он был описан в 1839 году. И это самый большой носорог среди всех ископаемых и ныне существующих. Крупные самцы достигали высоты 2,5 метра. Это почти размер современного азиатского слона. Как выглядел гигантский предок носорога, показано на этом рисунке. И здесь вот вы видите не просто картинка, произвольно изображена на бумаге, а это картинка-реконструкция. И реконструкция очень интересного, известного, талантливого палеонтолога-художника Флёрова. Он, даже не имея полностью всех фрагментов скелета животного, как-то на уровне интуиции, можно даже сказать, дорисовывал ему недостающие части. И потом, когда находились фрагменты недостающие, оказывалось, что он был прав. Костей травоядных животных эпохи плейстоцина найдено больше, чем хищников. Но ученые говорят, это естественно. Хищников в природе всегда меньше. Вот здесь мы видим тоже пещерный лев или тигролев. В колкотовой балке обнаружено всего три кости, тогда было пещерного льва. Но уже это дает право говорить о том, что эти животные обитали на нашей территории. Некоторые найденные в колкотовой балке млекопитающие стали настоящим открытием для науки. У нас их впервые обнаружили и описали. Здесь был описан новый вид винтрога антиропы – пантоцерос антикус. Единственный фрагмент рога был найден, больше никаких остатков отсюда не было известно. Только по одному этому рогу был сделан вывод, что это новый вид для науки. Она была похожа на современных африканских антилоп-кан. Жила в степной местности, питалась травой. Где-то неподалеку пасся древний осел – тоже редкое животное. Мало где был найден, но костные фрагменты были его найдены на территории нашего региона. А вот останки животного, которое когда-то в Приднестровье встречалось очень часто – это челюсть слона. Вот такие экспонаты – это самое ценное, что у нас есть, потому что они позволяют очень точно определить животное. Потому что сохранилась челюсть и сохранились зубы. И по форме вот этих пластинок, видите, вот на зубах есть такие вот пластинки, по ним определяется вид хоботного животного. Это трагантериевый слон – претендент на самые большие бивни в истории животного мира и на самые большие зубы среди всех живых существ на планете. Вот это зуб трагантериевого слона – всего лишь один зуб. Но весит он около пяти килограммов. Только представьте, каких размеров было само животное. Он достигал в высоту пяти метров и весил около десяти тонн. По размерам трагантериевый слон сопоставим с огромными динозаврами. Это крупнейший известный науке представитель семейства хоботных на планете за всю ее геологическую историю. Он обитал на Земле около 700 тысяч лет назад. Останки трагантериевого слона нашли в Тирасполе еще в начале 20 века. Наслышанное о интересных палеонтологических находках вблизи Тирасполя супруги Павловы посетили, палеонтологи посетили наш край. И Мария Васильевна Павлова занималась крупными млекопитающими вымершими. Вот она обнаружила здесь такой уникальный объект, который изучила, описала. Он был в полтора раза больше своего потомка – мамонта, который со временем и вытеснил трагантериевого слона. Они ушли, они вымерли, в общем, они исчезли. И появился более низкорослый их потомок, их собрат, родственник – это уже мамонт. И мамонты, как известно, они были с шерстью. Они таким образом приспособились к изменившемуся климату. Когда изменился климат, на смену комфортной средиземноморской погоде пришел ледниковый период. Обзавестись шерстью пришлось и носорогу. Шерстистый носорог – это уже представитель такого времени ледникового периода, когда уже здесь похолодало, потому что вот эта толща отложения, она разделяется на теплую и холодную. И вот холодная толща, она, эта верхняя часть, она уже вмещает вот таких вот животных, как мамонт, как шерстистый носорог. Это те животные, которые смогли здесь выжить, когда очень сильно похолодало. А еще пещерный медведь, степной верблюд и множество видов оленей. Очень много было, очень большое разнообразие. Были различные олени. Вот был большерогий олень, был велорогий олень, были газели. Вот у нас здесь есть фрагмент рога велорогового оленя. Кроме того, здесь еще жил у нас бизон. Бизон, шетензака, вот он тоже, от него очень часто находим мы в этих отложениях вот такие вот рога. Видите, рога бизона, они очень часто встречаются. Фрагмент рога и кости бизона. Только представьте, это могло быть животное, на которое охотились наши далекие предки. Ведь ученые говорят, люди в то время уже жили на территории Приднестровья. Теперь мы, далекие потомки древних людей, которые со стрелами и копьями охотились на животных, находим останки этих животных и изучаем. Вот этот рог, желтый такой, мы со студентами его вот так несли, прям как ребенка из этого карьера. У нас даже милиционеры, что вы там несете? В карьерах Суклеи, Малоежд, Григориополя, Дубасар при добыче песка продолжают находить кости древних бизонов, слонов и носорогов. Находки передают в музеи. Вот эти останки ископаемых животных появились в отделе природы Тираспольского объединенного музея совсем недавно. К примеру, вот эту кость крупного хоботова нашли в карьере на Ближнем хуторе, а часть черепа и рог бизона привезли из Малоежд. Ну а каким конкретно животным принадлежали эти кости и сколько лет они пролежали в земле, еще предстоит узнать. А еще, чтобы экспонировать эти кости в музее, их должны законсервировать специальным образом. Пока останки находились в толще песка и гравия, к ним не поступал кислород. При контакте с воздухом происходит окисление, и кости начинают разрушаться. Для сохранности их пропитывают раствором клея ПВА. Сломанные части вновь соединяют. А у наивете у него отломаны были вот эти верхние, передние вот эти зубы, и их приклеили гипсом. Сохраняют, как могут, не только экспонаты, но и саму колкотовую балку. В 1975 году два гектара земли взяли под государственную охрану. Это уникальный геолого-палеонтологический памятник. Таких около десяти во всем мире, и только два в Европе. Для нашего региона это уникальный разрез. Хотелось бы сказать, что все то, что мы видим, то, что нам дает природа, это нужно сохранять, это нужно показывать, потому что для нашего региона это могло бы быть хорошим поспорьем для развития туриндустрии. Еще при Советском Союзе было несколько проектов по созданию на территории колкотовой балки памятника природы под открытым небом. Скульптуры доисторических животных в полный рост. Они пришли на водопой, да так и остались стоять на берегу Днестра, даже спустя 700 тысяч лет. Таким планировали сделать музей под открытым небом. Только этим планам не суждено было осуществиться. Вот такая история об эпохе Плестоцена, древних слонах и носорогах, и о бурной реке, что когда-то протекала на месте одного из микрорайонов Террасполя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова